Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я всех нас с этим и поздравляю! Продолжение следует... 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 которыми и так был богат вообще вот это место, где они все находились. Сегодня замечательная выставка, я так бегло прошел по залам, но для себя открыл то, что очень многие работы я просто не видел, я не знаком был со многими-многими работами этих замечательных художников. Я думаю, что художник жив, пока живы его работы, а они живы благодаря таким людям, как наш замечательный Даниил, который многих-многих художников сохранил для республики, для нашей страны. Благодарность хочу выразить работникам музея, которые многие-многие годы в тяжелых, скажем, условиях работают и пытаются все, что от них зависящее, делать для того, чтобы сохранить вот это творческое наследие. Для художников это важно, когда художник понимает то, что после его ухода из жизни работы не будут выкинуты на помойку, а будут представлены и в дальнейшем зрителю, что очень и очень важно, наверное, не только для самого художника, но и для самих зрителей, потому что каждая работа художника — это проявление эпохи. Того времени, которое представлено на его полотнах, того, что он хотел высказать в то данное время, когда он жил. Поэтому особая благодарность тем, кто сохраняет эти работы. Выставка замечательная, удивительные работы Ефименко, вот портреты, которые я, например, не знаком был с ними. Рисунки замечательные, графика просто удивительная. Работы Сулеймана Будаева, которые, ну, скажем так, это как отражение, наверное, жизни народа. Я бы так назвал эти работы. И огромное-огромное всем тем, кто пришел, кто еще придет сюда. И я надеюсь, что многие-многие нальчане захотят, и гости нашей республики захотят увидеть эту выставку. Сулейман Будаев был учеником Николая Ефименко. Сделал первые шаги в искусстве под его руководством. Будаев обращался к разным техникам и приемам. Его работы уникальны. Он писал в основном пейзажи, хотя был неравнодушен и к портрету. Ваши отношения к Даниалу как коллекционеру. Я почему об этом спрашиваю, потому что очень много ваших работ в его коллекции. Ну, видимо, судьба, наверное, что... А то очень хорошее отношение. Какое может быть отношение? Очень, очень даже большое ему огромное спасибо. Где бы они затерялись или где они пропали, может, где-нибудь. А много работ ваших работ в его коллекции? Очень много было. Вот этюдов очень много было. Очень много. Я больше этюдов. На большее время, честно говоря, не хватало. Вынужден заниматься всякими другими делами, другими. Больше на этюды. Время так если бы. У вас очень яркие, красочные этюды. Я думаю, наверное, Даниала это и привлекает в ваших работах. Даниала не знаю, что привлекает, я не могу сказать. Вот. Ну, факт то, что с Даниалом мы давно как бы с этим сотрудничаем. Часть продаю или там, бывало, я продавал и так, и дарю, и отдавал, и продавал. Ну, Даниал этим любит. Он это все любит, занимается. Хоть я многие считаю, может быть, незаконченные или прочее, которые надо дорабатывать. Многие надо дорабатывать. Или с них есть такие, которые, с них можно брать прямо картину больше размера. Ну, эти вот он как материал. Материал для художника. Для художника, наверное, все-таки важно, что есть продолжение жизни у его работ, да? Раз вот они хранятся в коллекции, значит, если вы что-то еще напишите, отдадите, они тоже будут так же храниться. Ну, очень приятно, конечно, что жизнь не пустая была, как бы, нашел отзвук, какой-то ответ. Кто-то нашелся, который оценивал. Конечно, кому это неприятно. Что не впустую прожил свою жизнь, можно сказать. Даниил Хаджиев известный в Кабардино-Балкарии меценат и коллекционер. О нем говорят, он душа художников, и это действительно так. Уже четверть века, как он активно занимается коллекционированием произведений современного искусства, устраивает художественные выставки. Почему вместе Ефименко и Будаев, они дружили. Будаев еще был юношей. Ефименко уже профессиональный, хороший художник. Вот там в рисунках вы увидите 60-е годы, когда он ездил по фермам, писал портреты доярок, колхозников. Ну, такой был уже состоявшийся. Будаев только начинал работать, и они как-то подружились. Были люди совершенно-совершенно разные по характеру, по темпераменту. Ну, вот что-то вот их объединяло. Ну, это что-то, конечно, творчество. Николай Ефименко прожил всю основную творческую жизнь в небольшом городке Тернаузе. Это имя еще неизвестно широкой публике, а картины художника не продаются на аукционах. Но творчество его можно по-настоящему назвать явлением подлинного искусства. Тем более ценно, что свои работы Ефименко писал вдали от крупных городов, не посещая музеи и художественные выставки. Николай Ефименко говорил, «Одно ясное, всегда и везде творческая работа. Только в ней я вижу смысл своей жизни. Это и мечта моя заветная, и реальность. Все тут переплелось и завертелось. Я там, в центре, парахтаюсь, счастливый, как в раю». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok